доброго времени суток в прошлом ролике я рассказывал как можно проверить транзистор в домашних условиях с помощью тестера сейчас я хочу рассказать как можно проверить транзистор не имея тестера под рукой с помощью лампочки и батарейки в моем варианте это светодиод и батарейка батарейка до этого я батарейки присоединил с помощью изоленты кусок провода к минусу соответственно плюс оставил для подключения батарейка у меня литийонная она должна быть 3 7 вольта но к сожалению меня на алиэкспресс надули и прислали батарейку которая держит максимум 33 вольта ну для светодиода этого достаточно и вот для этого нужен провод батарейка кусок изоленты или скотча который можно контакт прикрепить к одному из полюсов батарейки светодиод или лампочка ну и соответственно сам транзистор и так транзисторы соответственно бывают разных типов но один из самых распространенных это схематично нарисую как они схеме обозначается вот так часто их обуви кружком и вот такого вот типа не буду рассказывать про полевые транзисторы и всяких разных модификаций но в основном вот такого типа встречается у них есть три ножки три вывода это эмиттер база коллектор также здесь эмиттер база и коллектор эмиттер это со стрелочкой указывает проводимость каком направлении вот он здесь тоже в обратном показывает база находится посередине и коллектор транзистор проводит электричество как диод только у него три ножки соответственно вот такого типа транзистор проводит только от эмиттера базе и от коллектора базе во всех направлениях он не проводит ток вернее я ошибся прошу прощения вот этот транзистор проводит только от эмиттера к базе и от коллектора базе такого плана транзистор проводит наоборот от базы к эмиттеру и от базы к коллектору вот так вот чтобы это было наглядно видно но сейчас в опыте я покажу как это сделать покажу на примере вот такого транзистора они бывают разных типов всяких разных но самые мелкие показывать не буду потому что вы даже не увидите вот возьмем такой большой транзистор и попробуем его проверить соответственно можно конечно забить данные его в интернет и узнать какому типу он относится такому или такому соответственно но давайте вам распишу транзисторы встречается как ПНП переходов и НПН соответственно и выводы у него такого вот плана и так можно в интернете узнать какому типу он относится и потом уже проверить но я не буду заморачиваться не буду искать в интернете я попытаюсь сначала выяснить какому типу он относится такому или такому для этого взял батарейку кусок изоленты провод и присоединил его к минусовой клемме так диод диод это такая штука которому нужно тоже подвести правильно плюс с минусом чтобы наглядно было видно вот это такое устройство с двумя ножками как определить где плюс минус светодиода есть короткая ножка маленькая и большая то есть где большая туда подводится минус где маленькая там подводится плюс мы подключаем соответственно в схему схему я сейчас нарисую допустим на примере вот такого транзистора не буду с транзистором рисовать мы будем проверять его чтобы проверить светодиод мы его включаем в схему вот элемент питания с одной стороны плюс, с другой минус это батарейка светодиод мы включаем схему и проверяем его работоспособность вот схеме он выглядит так топ течет от плюса к минусу соответственно от плюса к минусу то есть вот так вот он выглядит в схеме плюс, минус и соответственно мы и подключаем так вот это наша батарейка которая имеет плюс, минус вот она плюс, минус берем светодиод один из контактов прикладываем к плюсу от минуса проводком мы подключаем к минусу и видим светодиод горит светодиод в рабочем состоянии так, проверяем транзистор сначала определяем его тип к какому типу он относится в этом транзисторе предельно ясно где коллектор в основном транзисторы вот такого плана у них коллектор находится на корпусе тут без вывода ножки тут с ножкой в таком транзисторе коллектор чаще всего выходит на корпус тоже металлический но он имеет вывод такого плана транзистор исполнения можно также забить в интернет и мы увидим где какая ножка чаще всего это справа база посередине коллектор а слева эмиттер и так берем этот транзистор и проверяем какая проводимость от коллектора либо к базе либо от базы но это учитываем конечно что он в рабочем состоянии так нам нужно подключить светодиод так получается к примеру мы считаем что вот такого плана то есть он должен от базы к коллектору проводить то есть соответственно он должен проводить к минусу к коллектору то есть делаем коллектор минусом присоединяем минус к коллектору не знаю какой из них база мы подключаем на светодиоде мы подключаем плюс к плюсу и проверяем на каждой ножке не работает не работает так конечно он может быть неисправным попробуем по другому другой проводимостью такой вот от коллектора к базе то есть нам нужно присоединить плюс к коллектору минус к базе через диод светодиод то есть присоединяем плюс к коллектору таким вот образом на диоде подключаем минус диода к минусу к проводу который выведен и проверяем его на контактах вот светодиод загорелся значит у нас проводимость от базы вернее от коллектора к базе то есть вот такого вот типа определились где база то есть в данном случае база у нас вот этот проводник теперь мы должны проверить проводимость его от коллектора базы мы уже проверили теперь проверим его от эмиттера к базе то есть отсюда вот от контакта до базы так же он проводит транзистор наполовину проверит проверен мы определились какого он типа относится и проводимость его от коллектора к базе от эмиттера к базе теперь нужно проверить обратную проводимость для начала проверим его от базы к эмиттеру и от базы к коллектору в первом случае мы от базы к коллектору проверили он не проводит а теперь проверим от базы к эмиттеру то есть подключаем к базе плюс а к эмиттеру мы подключаем так скажем минус через светодиод этот диод не горит значит не проводит также нам нужно проверить проводимость между эмиттером и коллектором и в обратную сторону эмиттер у нас здесь коллектор у нас корпус проверяем плюс на корпус минус через диод на эмиттер не проводит замечательно наоборот к эмиттеру плюс корпусу коллектору минус тоже не проводит все транзистор у нас исправен мы определили с какому типу он относится и проверили его работоспособность конечно можно это сделать более удобно присоединив еще проводком плюс к батарейке чтобы было удобнее но я решил проверить его самым простым способом с одним проводком батарейкой и светодиодом если лампочка используется то в принципе без разницы где плюс где минус главное подобрать его под напряжение батарейки если лампочка 9 вольтовая то и надо использовать крону 9 вольтовую если лампочка 3 вольтовая то 4 можно также использовать витилонную тут уже выбирать вам также же можно использовать и блок питания если у вас есть главное чтобы соответственно напряжение было в данном случае у нас транзистор с маркировкой КТ 818 ГМ на интернете можно посмотреть на какое напряжение он работает и какой ток он держит ну вот как бы и все всем пока